Образование детей было и остается одним из приоритетов правительства Чувашской Республики. Сегодня очередное заседание Кабинета Министров началось с обсуждения вопроса образования. В школах Чувашии в этом учебном году за парты сели почти 14 тысяч первоклассников. Ежегодно количество школьников будет возрастать примерно на 5 тысяч. В 2016 году на реализацию образовательной программы и строительства новых школ в регионах будет направлено 50 миллиардов рублей. Всего же проект в масштабах всей России рассчитан на 10 лет и потребует 3 триллиона рублей. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое премьер российского правительства Дмитрий Медведев провел с руководителями субъектов. Михаил Игнатьев отметил, из-за нехватки помещений в некоторых школах дети учатся в две смены, а шесть зданий учебных заведений обветшали. Новые школы должны отвечать всем современным требованиям. Вступить в программу Чувашия может в ближайшее время. С учетом наличия проектно-освязанной документации мы можем по городу Чебоксара участвовать в этой программе. Начинать строить общеобразовательную школу в 2016 году. Город сам с общественностью, конечно, должен определиться. И ввести мы реально сможем в 2017 году. Приобретение оборудования для быстро возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, еще одна настоятельная потребность. Например, ФОК на Эгерском бульваре готов уже на 70%. Его строительство должно завершиться до конца года. В соответствии с соглашением республики предоставлено субсидия в размере 24 млн. 221 тыс. рублей на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса по бульвару Эгерский города Чебоксары. 10 млн. 990 тыс. рублей предлагается предоставить бюджету города Чебоксары на приобретение оборудования для бассейна. Оборудование будет приобретаться в рамках муниципального контракта. На 13 млн. 231 тыс. рублей заключен контракт на приобретение оборудования для спортивного зала по результатам совместных торгов. Реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств. Что касается размера платы, взымаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах, то Минобразование Чебоксары проводит ежемесячный мониторинг. Сейчас расчет стоимости питания произведен на основе рекомендуемых суточных наборов продуктов. С учетом того, что их закупка проходит по предложенным Минэкономразвития ценам, максимальный размер родительской платы предлагается установить одинаковые для всех муниципальных образований, в зависимости от режима работы организации. Один день пребывания ребенка в садике выглядит так. Размер родительской платы сегодня в большей степени зависит от стоимости питания. И на основе санитарных норм и правил, с учетом сложивших цен и рекомендованных цен Минэкономразвития, подсчитана стоимость питания. Она сегодня при 11-часовом режиме работы составляет 109 рублей. Также часть расходов, это хозяйственно-бытовые расходы, санитарно-гигиенические расходы, они составляют сегодня 7,8, около 8 рублей. На заседании обсудили и вопросы, касающиеся проведения в Чувашии года человека труда.